алло здравствуйте здравствуйте андрея валерьевича могу услышать можете звонок из банка втб 24 сергей владимирович отдела судебного регулирования по своим кредитным обязательствам у вас не оплата идет перед банком москвы с чем это связано вам тоже все это объяснять да вам придется каждый раз новым сотрудникам объяснять с чем это все связано хорошо не имею наличных средств работаете конечно работаете зарплата есть задержек нет нет стабильность то есть нежелание оплачивать почему нежелание это вашей это ваши выводы это мой вывод до зарплаты то вашей тему кредиты не оплачивать и не надо ложно конечно а в чем заключается но потому что вы выводы делаете необоснованные необоснованные конечно так обратно и докажите мне тогда ну а кто такой чтобы я должен вам доказывать что-то я сотрудник вас для чего позвонили к ним чтобы урегулировать данный вопрос вы регулируете но нет вам берете давайте попробуем попытаемся отдавать давайте попробую я не имею возможности оплатить сумму в данный момент ваше предложение что значит не совсем понимаю не имеете возможности я еще раз повторяю я не имею возможности оплатить в данный момент сумму возможность вашего ваше предложение вы собрались урегулировать идеи вы выясняете да мое предложение моей или может она смотрите вы работаете зарплату получаете так но кредиты не оплачиваете вы говорите как-то инвалид и ты не оплачиваю у меня все оплачено до этого момента на протяжении года я же оплачиваю это все правильно то есть я это все оплачиваю я оплачиваю со штрафами правильно штрафы нас не интересует на штрафах мы не зарабатываем хорошо я очень рад работаете деньги получаете кредиты не оплачивается последнее время уже более 50 дней не правда не получается не правда не правда это это у вас такая информация 50 дней как откуда информом откуда из программного обеспечения из программного обеспечения да да давайте я сейчас зайду в свое мобильное приложение и узнаю какое у вас хорошо же программное обеспечение до увидели что подождите дайте него запустить вы куда торопитесь я нет нет очень хорошо да заходим смотрим мои счета мои кредиты два кредита первый потребительский кредит на неотложные нужды сумма ближайшие обязательного платежа 8 406 оплатить до 20 0 6 2016 просроченная задолженность 8 570 так правильно 8 600 хорошо пускай будет 8 600 20 числа просроченная задолженность мая мая плановый платеж был вы пропустили май до этого момента пропустили еще апрельский платеж как это пропустить вы изначально просроченную задолженность в апреле где сейчас в апреле на откроем мои счета апрель все расходники у меня отображаются здесь приложение трон вот 30 начнем 30 марта 10 тысяч перевод по своим счетам погашение просроченной задолженности 5 400 погашение просроченных процентов 2 900 погашение начисленных процентов 40 погашение штрафов 450 так в апреле процентов 12 800 погаши за 8 Kirish wa honest city Bryish 1 Систану W stationed from the fa renewed перевод средств для погашения 4 1 100 так же в апреле 27 числа внесены деньги 8 4 50 из которых пошли pogашение просроченной задолженности, 5 тысяч, 2 тысячи 800, 31 рубль, 12 рублей, 337 рублей. И вот в данный момент получается май у нас. Где у меня 50 дней? Давайте другой открою счет. Давайте другой дебетовую карту есть, посмотрите. А чего мне дебетовой картой тычете? Я вам еще раз повторяю, где 90, вернее 50 дней. Давайте второй счет посмотрим. До востребования. Апрель, март. В марте 30 числа 10 тысяч внесено. Из них пошли погашения всяких задолженностей. До апреля числа 8. И все то же самое. Где? 50 дней. Дебетовую карту смотрите? Есть у вас приложение дебетовое? Ну и что дальше? Что по этой карте? 42 рубля? Какие 42? Минус у вас там идет? Ну, минус 42 рубля. И что? На данный, значит, появился в начале апреля, в конце марта. А вы за 51 рубля вот это вот меня уже в суд подаете, да? Зачем в суд? Как это? Ну, досудебное решение. Зачем так резко? Мы изначально... Досудебное решение. Вы же до суда хотите решить этот вопрос, правильно? В досудебном порядке. Следующий этап судебный производства. То есть из-за 51 вот этого рубля на карточке, да? На которую я почему-то вообще-то кидаю деньги для того, чтобы зачислялись деньги на кредиты. Кредиты? С какого хрена отсюда снимаются средства в минус причем? Выписку возьмите. У вас в кабинете все это должно отображаться. Что? И что? Что у меня должно отображаться? У меня отображается. Все видно. У меня все отображается. И что дальше? Да. И почему вы не оплачиваете? Кого? Этот минус. 51 рубль? Да, да, да. А, то есть вот вас конкретно сейчас вот этот 51 рубль интересует? Нас интересует вся ваша просоченная задолженность. Два кредитных продукта плюс дебетовый карт. Уже вот так вот раз в доллар построен. Да, по дебетовой карт. То есть вы как-то пытались мне убедить то, что у меня 50 дней задержка? 53 дня, все верно. За что? По дебетовой карте вы ушли в минус. Ну вы так ровно говорите. 50 дней за кредит. Не оплачивая кредит. 50 дней. Вы всего-навсего из-за какой-то карты вот эту шумиху поднимаете. Мне мозг компасируете. Ну вы что, издеваетесь что ли? Уважаемый. Это ваша кредитная история. Не моя. Не наша. И что дальше? Вы беспокоитесь о моей кредитной истории? Вы беспокоитесь о моей жизни? Не о вашей жизни, а о вашей кредитной истории. Ну вы беспокоитесь о моей дальнейшей жизни? Это же кредитная история повлияет на мою дальнейшую жизнь. Правильно? Нет, на жизнь не влияет. Никак не влияет. не влияет. А зачем вы мне тогда об этом говорите? На ваше оформление кредитов в будущем. Мне значит плевать на это, на вашу какую-то кредитную историю. Алло, вы меня слышите? Не, ну правильно, логично. Вы параллельно со мной разговариваете? Так вы же не хотите слушать, поэтому и... А что вас слушать? А что мне вас слушать? А вашей жизни мне сейчас нужно? Ну, а мне-то что вас слушать? У вас кредитная обязательность перед Банком Москвы, который вы не исполняете согласно договору. Я исполняю его. И не одного, а двух договоров. Я их исполняю. Вы исполняете, правильно, не надежащим образом. Ну, это уже, знаете, как-то не очень меня должно волновать. Это вас не волнует, правильно, потому что, почему? Потому что вы деньги в банке уже взяли, потратили, да? А когда брали, вы об этом не задумываете. Сотрудников... А кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Фактически, фактически. Фактически все это видно. Видно от чего? От того, как вы исполняете свои обязательства. От того, что ваше мнение это? Ну, ваше мнение это сугубо... Вы кредит для чего брали в банке, скажите мне? Это не ваши проблемы. Исполняйте надлежащим образом, вопросов не будет к вам. Да ко мне и так вопросы. Согласна графика. Потому что вы мне четко не можете предъявить никаких вопросов. Вы где работаете сейчас? А кто вы такой, чтобы я вам должен говорить? Кредитный договор хорошо читали? И что дальше? Согласно которого должны предупреждать, обучать банк о всех своих изменениях, в том числе и изменения на работе. Ну, никаких изменений нет. Изменений нет? Да. Так, хорошо. Проживаете там же? Конечно. То есть адрес регистрации проживания не менялись? Ну, нет. Еще какие вопросы? Телефоны. Мобильный, рабочий, домашний. Все те же самые. Мобильный, актуально, рабочий, домашний есть? Все те же самые, которые указаны. Изменений нет. Изменений нет. Так, по поводу кредитов ваших. Так, давайте. 8 тысяч рублей и 8 600 на сегодняшний день. Сумка оплатил, плюс еще 60 рублей за дебетовую карту. Так, и что? Не оплачивается у вас данная сумма. Почему? Это начало нашего разговора. Да, возвращаемся в начало, потому что ответа я так и не услышал. Как это вы не услышали ответа? Нет возможности, нет возможности, это не ответ. Давайте я сейчас перемотаю запись, которую я сейчас записываю. Нет возможности, это не ответ. Как это не ответ? Как это не ответ? Вы задали вопрос? Я вам ответил на вопрос. Нет возможности, это обобщенный ответ. Возможности... Слушайте, вы такими же вопросами задаете, вы такими же вопросами общаетесь, обобщенными. Вы знаете, между прочим, что вы в данный момент сейчас, вы следите за своим языком и следите за своими словами, Потому что в данный момент любое ваше слово будет являться угрозой в мой адрес. Да что вы говорите? Вот этот тон, между прочим, тоже. Да что вы говорите? Любой лингвист может, прослушав... Обращайтесь, обращайтесь. Что задерживает вас? Это является основанием для некорректного общения сотрудников отдела обыскания. Я вас просто предупреждаю. Вот, вот. Некорректное общение. Вы сами это понимаете. Вы себе что позволяете? Что я себе позволяю? Да, некорректно общаться с сотрудниками банка. Каким образом я некорректно общаюсь? На личности зачем переходите? В каком моменте? В какой момент вам дату и время разговора на сегодня? Ну, пожалуйста. Именно когда вы начали на личности переходить? 19 мая. 19 мая. Лично с вами, да? После 6 часов вечера вам звонили. Лично с вами. Что лично со мной? Ну, лично с вами? Я прослушал этот звонок. А, это с девушкой, да? Конечно. И в чем там была личность? Я могу сейчас тоже прослушать эту запись и, знаете, я там... Тыкайте почему-то. Я там могу... Вам тоже разрешал разговаривать над ты, сотрудником банка. А кто ей разрешал, извините, там ты слова не было. Было. Несколько раз. Ну, значит, девушка себя повела так. Значит, девушка, а может быть, вы себя так ведете некорректно? По отношению к банку. Насколько я буду... И позволяйте в конечном итоге на ты разговаривать с сотрудниками. С банком или с человеком? Банк в лице специалиста. В лице специалиста? Да, вам деньги в кредитные деньги в банк лично. Если этот специалист... Или в лице специалиста выдали вам деньги. Если этот специалист умеет очень хорошо общаться таким образом, что своим языком он оскорбляет человека и вынуждает защищаться таким образом, извините, это не специалист. Вы свои обязательства сначала исполните, прежде чем наличие переходить к сотрудникам? Я свои обязательства исполняю. Исполняйте, не на ближайшем образом вы сейчас готовы решать этот вопрос. В договоре указано, что ввиду просрочек, либо каких-то задержек будут влагаться штрафные санкции. Правильно? Алло? Вы мне скажите, вы готовы этот вопрос решить? Вы ответите на мой вопрос. Алло, вы слышите меня? Я вас слышу, а вы меня слышите? Мы вопрос по поводу просочки сейчас решаем. Ну, я вам и объясняю. Документы у вас передо мной лежат. На расторжении идут. Да. Следующий этап от судебных производств. Хорошо, конечно, тогда разговоры через адвоката. Все, до свидания. Как зовут ваша адвоката? Алло. Да, ребят, ну тут в процессе прослушивания назрели несколько комментариев. Да, вот этот вот мушкетер, который там якобы за даму там вступился. Ну, понятное дело, что это все он прослушал. И там предыдущие разговоры, естественно, думают, ну, блин, вот и мне не повезло. Ну, там овца, наверное, которая прежде разговаривала, скорее всего, сделала все необходимое для того, чтобы ее послали и прямо и косвенно, ну, по адресу. Это как бы спасибо автору за то, что он не позволил распоясаться этим придурком. Ну, а что касается чисто профессиональных таких моментов, да, что мне вот на слух попало и, как говорится, напрашивается на комментарии. Как я понял, человек оплачивает свои кредиты, пытался это делать до знакомства с ситуацией. Сейчас он, наверное, уже больше не будет этого делать. Вот конец видео, конец этого ролика явно об этом подтверждает. В истории он оплачивал, скорее всего, это все дело на карточку. Из карточки происходило списание. Карточка кредитная. Так вот, друзья мои, запомните, банк сам себя ставит в тупиковую ситуацию в надежде на то, что заемщик просто не разбирается в данном конкретном вопросе. Итак, если у вас есть карта кредитная, а здесь, кстати говоря, вообще дебетовая карта фигурирует в контексте, да, слышали. Вот дебетовая карта подразумевает наличие собственных средств. И банк может на нее зачислить кредитный ресурс какой-нибудь, кредитный лимит так называемый. Так вот, если банк дает человеку в пользование какие-то деньги, должна быть долговая расписка. Ну, тот самый кредитный договор. Если банк просто так взял и влупил туда кредитный лимит, его можно, ну, вот так вот в обывательском формате, да, не вникает в юридические тонкости, расценивать как подарок. И пользоваться им по усмотрению. Вот. Если это было, если деньги поступили в сопровождении самой долговой расписки кредитного договора, то ни в коем случае банк не имеет права эти деньги по своему усмотрению списывать именно с физического лица. Даже если есть просрочка по другим кредитам. Это называется безакцептное списание. И оно доступно только в формате сотрудничества между банком и юридическим лицом. В одном из своих комментариев по какому-то ролику я на этом заострял внимание. И вот здесь, когда человек констатирует по выписке своей, по приложению, что деньги списываются в счет погашения долга, он четко и конкретно обозначает нарушение своих прав, предоставленных ему вообще законом о банках и банковской деятельности, если хотите. Ну, вообще Конституцией, потому что любой закон на основании Конституции выпускается. Ну, а что для тех, кто хочет поглубже, посерьезнее узнать ситуацию, а именно о нем мы будем говорить на наших вебинарах, которые состоятся в самое ближайшее время. Расписание вебинаров вы можете узнать, пройдя по ссылке, которую вы увидите в описании видео. Ну, а те, кто желает стать под юридическую защиту, тоже, пожалуйста, в описании видео, там есть наш сайт. Ну, и само собой, также в описании видео ссылка на нашу открытую группу ВКонтакте. Тоже, пожалуйста, вступайте, любой ролик дублируется ВКонтакте. Если вам удобнее следить за нашим творчеством ВКонтакте, то, пожалуйста. Ну, и подписывайтесь на наш канал, это я сейчас обращаюсь к новым нашим посетителям. И будьте всегда в курсе дел, канал всегда растет, развивается и пополняется новыми сюжетами. Итак, на связи был Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. До свидания.